На картофельных полях в городецком округе селяне трудятся с раннего утра и до позднего вечера. Торопятся убрать урожай и в колхозе Красный Маяк. Люди, слава богу, хорошие у нас, люди не подводят. То есть, они понимают, что если сейчас пойдут дожди, если сейчас погода испортится, то убирать все равно придется все это дело, но в более сложных условиях. Поэтому они сейчас стараются тоже работать так интенсивно на этот. Ну, техника, конечно, техника есть техника. Человек ломается, а техник тем более. Вот и сейчас один картофель-уборочный комбайн вышел из строя. Теперь этому трудяге с работой приходится справляться в одиночку. За день он способен выкопать корнеплодов с трех, а то и четырех гектаров. На сегодня половина площадей уже убрана. Некоторые сорта особенно отличились. Их урожайность достигла почти 500 центнеров с гектара. Урожай радует, не радует цена. Сельхозпроизводитель, он никогда, он всегда жалуется на цену. То есть, не хотелось бы, чтобы мы ее продавали по 6 или по 8 рублей, потому что там себестоимость нашего картофеля выше 10 рублей. То есть, соответственно, она должна быть выше 10 рублей. Мы надеялись, что она и будет так, но пока такой тенденции не происходит. Преодолевать проблемы красномаяковцам не впервой. В надежде на повышение цены на картофель, львину и долю урожая из полей везут прямиком на склад. Пусть хранится до поры до времени. Другую часть сортируют и реализуют, что называется, с колес. Завершить уборку второго хлеба в сельхозпредприятии планируют к 10 октября. До этого времени, независимо от температуры на улице, в Красномаяке, как и во всех хозяйствах городецкого округа, продлится горячая пора.